Около пяти тысяч полицейских будут обеспечивать общественный порядок в период новогодних праздников. А так как в эти дни активизируются преступники, Национальный инспекторат общественной безопасности запустил информационную кампанию «Не попадай в статистику, празднуем в безопасности». В период праздников правоохранители регистрируют рост числа таких преступлений, как кражи, хулиганство, вождение в нетрезвом виде и насилие в семье. Рекомендуем позаботиться, чтобы квартиры постоянно были закрытыми. Если есть возможность, поставьте дополнительные замки, не оставляйте дома ценные вещи или деньги, постарайтесь хранить их в безопасных местах, когда делаете покупки, следите за личными вещами и сумками. Во время зимних каникул увеличивается и число инцидентов с участием несовершеннолетних. В этот период необходимо усилить внимание к несовершеннолетним. Будьте осторожны, когда дети выходят на улицу. Кроме того, скажите своим детям, чтобы они не пускали в дом незнакомых, если они находятся одни. Статистика прошлых лет демонстрирует и повышенный риск ДТП в период праздников. Так, с 24 декабря 2021 года по 15 января 2022 года произошло 128 аварий. В результате 9 человек погибли, еще 138 получили ранения. Отталкиваясь от этих цифр и от причин, повлекших за собой дорожно-транспортные происшествия, мы в настоящее время переориентируем нашу деятельность на борьбу с такими случаями. Речь идет о случаях превышения скоростного режима. Из девяти смертей двое стали жертвами вождения в нетрезвом виде. Вот почему в этот период будет организовано больше фильтров. Готовы прийти на помощь и сотрудники генинспектората по чрезвычайным ситуациям. В зимний период большинство пожаров происходит из-за неисправных печей, отмечают спасатели. Чтобы предотвратить пожары и избежать человеческих жертв, необходимо установить автономный датчик дыма практически в каждом доме. Он выглядит так. Очень прост в использовании. При возникновении возгорания датчик срабатывает и подает звуковой сигнал. Таким образом, граждане предупреждены. Правоохранители раздали гражданам листовки с рекомендациями. Мы должны быть сами ответственными, прежде всего перед собой и нашими детьми. И мы стараемся быть осторожными. По официальным данным, в 2022 году было совершено более 24 тысяч преступлений.